Роман вышел в 1921 году в городе Владивостоке, тиражом 3000 экземпляров. Критика его практически не заметила сначала. Прошел год, книжка получилась для литературной формы, в том числе большая книга, современная книга. И тогда появляются стали рецензии, я насчитал больше 50 рецензий. И одна-единственная статья Ирины Роднянской об этом романе, энциклопедия насилия, азбука человечность. Рецензенты купились на то, что эта книжка посвящена событиям 49-53 годов. То есть практически каждая вторая рецензия начиналась либо с рассуждения о том, что зачем нам повторять Солженицына или Шаламова. «Я надеялся прочесть о том, как люди держатся за родную вечную мерзлоту, а почиталась у нас вроде Сталина и загоревшейся безумной идеей». Значит, сам автор вообще-то рассказывал о том, что у него не стояла задача написать про полярную железную дорогу. В 49-м году началось строительство от Ворхуты до Ягатки. В 53-м оно резко оборвалось в связи со смертью Сталина. Также резко остановилось строительство Туркменского канала известного. То есть такие две грандиозные стройки в конце 40-х годов были. Сейчас речь опять идет о заполярной дороге, о северном морском пути. Так что признать этот проект безумным было бы глупо. Другой вопрос, как это реализовывалось в послевоенном Советском Союзе. Строились каждые 30 километров лагеря. И у них вот у каждого лагеря была задача эти 30 километров построить. И метафора возникает такая. Шпалы, рельсы, песок и гравий, заключенные вольные люди, пища была вдоволь, змеи росли, это железные пути с двух сторон, делались толще сильнее, выгрызали тайгу, заваливали болота и преодолевали реки. Им не страшны были ни влажный таежный зной, ни черные тучи гнуса, ни снега, ни мороза. Гиганты набирали скорость, накопили запасы и начали жить своей жизнью. Казалось, их ничто уже не остановит. Такие хтонические существа с двух сторон движутся навстречу друг другу. Там, кстати, было два управления, созданное, которое от Игарки, которое от Варкуты строило. Вот такое, знаете, дикое хтоническое существо под названием железная дорога. Но речь не об этом. Во-первых, сам автор неоднократно в интервью повторял, что его приятель Миша Тарковский посоветовал ему написать о енисейских капитанах. То есть источником... Там вообще железной дороги-то нет, как стройка там не описывается. Единственное, там описывается, как все не вовремя. Первая сцена вообще потрясающая. Редкая книга начинается с пейзажа. Да, то есть прибывает баржа с заключенными, описывается вот енисейский пейзаж и сценка. Начался ледоход. Заяц прыгает по льдинам с берега на берег. Ну все молча смотрят на это происшествие. И вдруг сверху падает коршун, хватает зайца и две реакции на это событие. Значит, охранники говорят, все равно не уйдешь. А заключенные говорят, вот хавчик поймал. То есть, ну, две точки зрения на происходящее. Но начинается с этого не вовремя. Не вовремя нет ни одной панорамы по этому, что стройка внезапная, непредсказуемая. Вот. Ну, опять повторюсь, это только эпизоды, это только фон. В центре этого произведения три героя. Значит, первый герой это геолог, который на самом деле не геолог. Георгий Николаевич Горчаков. Есть прототип. Там у всех героев есть прототипы. Значит, что такое? Он был музыкантом, с Шостаковичем дружил. Но потом родине стали нужны геологи. Он пошел в геологию, достиг очень высоких результатов. Он открыл один из тех, кто открыл Норильское медно-никелевое месторождение. И где был построен город, за это его и посадили. За то, что он скрыл от родины Норильское месторождение. Он получил срок 10 лет и отказался быть геологом. Вот третий его выбор будет. Он станет медиком, фельдшером. Интересно отметить, у Варлама Шаламова есть рассказ, называется «Вечная мерзлота». И там главный герой медик, но там речь идет о другом. Там заключенный просил оставить его в лазарете, мыть полы, а не идти дальше в лагерь. И вот надо было принять решение, принимает он решение, что этот человек ему не нужен. Пусть его вечная мерзлота там поглотит. Но это Шаламов. А здесь, вот я о чем веду разговор? О том, что это роман, и причем роман не из нынешних. Там будет речь об этих нынешних романах. Роман, который логоцентричен. То есть роман в традиционном таком романном, в романной форме написан. Так вот, в романе герой, как говорил Бахтин, или больше своей судьбы, или меньше своей человечности. И вот здесь какая история? Меньше своей человечности он отказывается сознательно, и жене об этом пишет. Что мы не будем с тобой переписываться, и 10 лет он не пишет ей. Потому что он еще срок получил, он уже не выйдет из этого лагеря. Ася жену забыл. Вот здесь он предатель, потому что она его любит, она к нему в конце концов поедет. А где он больше своей судьбы? Он же фельдшер, да какой он фельдшер? В лучшем случае музыкант-религиолог. Ну вот предстоит ответственная операция, он находит в себе силы, даже просит принести ему голову быка, чтобы научиться вырезать глаз. Там операция на глазах предстоит. И вот он совершает настоящий подвиг, он спасает человека, вот сделав сложнейшую операцию, не имея ни медицинского образования, ни каких-то достойных медицинских инструментов. Здесь он больше. Второй герой, капитан, вот собственно говоря, замысел-то отсюда родился. Сан Саныч дважды ордена носится, ему чуть больше 20 лет. Значит, ну и история какая у него. Он придумал новый способ, как доставлять баржи, толкать ее, не тащить. Но при этом он не видит, что он возит в своих баржах, да, он не видит заключенных, он не видит их страдания. У него в кубрике висит портрет Сталина с девочкой на руках, как икона. Сталин его икона, Сталин его вера. И как Орнянская справедливо говорит, на нем держится идеологический каркас Романа. Ему чуть больше 20 лет, он очень талантливый капитан. А Енисей – это самая большая река. Я бывал на Енисее, многие тоже, наверное, видели. Это очень широкая река, как вот пишет Яремез в усклоне двери, что в некоторых местах до 40 километров от берега до берега. То есть это целое море. И судоходство на Енисее – это очень сложное судоходство. То есть капитаны на Енисея – это, может быть, даже круче, чем морские какие-то капитаны. Это очень сложно все. И вот 20-летний парень, верящий в Сталина, и он попадает за стенки. И там вот эпизод, как в «Великом инквизиторе» Достоевского. То есть следователь, который его избивал, унижал. Очень подробно это все описано. Хотя это не являлось целью. Надо было показать, как его пытались сломать. Его не сломали, хотя сломали. Он готов был подписать. Вот здесь он меньше своей человечности. Готов был подписать сотрудничество с органами. А где он выше своей судьбы? Так вот этот следователь Антипин там будет говорить, что Россия – большая страна. Здесь только страхом можно управлять. Да, и Сталин поставил всех в ужасные условия и всех запугал. Он говорит, нельзя страхом. То есть он сохраняет веру в коммунизм, веру в справедливость этих идей. Но потом все-таки этот перелом происходит. Ну, я согласен с Роднянской, слишком неубедительно показывал путь христианизации героя. Он там придет в христианской вере. Жена его подставила, жена его сдала. А потом умер Сталин. Буквально через какой-то небольшой промежуток времени. И все рухнуло. Весь привычный мир. Любовник от нее ушел в другой. И здесь Николь. Давайте, вторая великая героиня. Здесь вообще женщина сильнее мужчин в этом романе. Николь – это француженка, участница сопротивления, которая вот этим вихрем истории была. Она поехала в Прибалтику из Франции. И попала в Сибирь в числе репрессированных латышей. Она не говорит, что она француженка, хотя понятно, что имя Николь не совсем латышское. И вот Сан Саныч в нее влюбился. Спонтанная такая вспышка любви. Он скрывает, он сам от себя это пытается скрыть. Но чувство не прикажешь. И третий герой, давайте. На нем держится фабульная основа. Он бакенщик. На самом деле он крестьянин. Его сначала раскулачили. Потом он второй срок получил. Он пережил три. В романе этот герой будет осуществлять главные фабульные события. Он спасет Асю. Он поможет встретиться с Николь. Он убьет председателя, который там покушался на Асю. И в связи с ним дважды в романе повторяется описание каждодневных христианских забот. Наступала осень. И мысли бакенщика рассеянно бродили по большому хозяйству. Надо было перековать гнетко, насолить плеуханской селедки на зиму, отлить пуль. Скоро начиналась охота свиней резать, бакена снять. Начался июль, травы поднялись в пояс, был самый пик комара, солнце не уходило за горизонт. В романах казалось, не ложился спать, косил сено гнетку и корове чинил, строил рыбачий. Эпический образ крестьянина, на земле над которым никогда не заходит солнце. О современности напоминает вот такая деталь. Каждое лето отъедались у него на рыбе и картошке пахан, бугор и гражданин-начальник. Это клички свиней, которые он каждый год одинаково называет. Да, он спасает, всех он соединяет, всех он создает. Мудрый бакенщик такой. Так, ну и давайте, объединяющих главных героев является чуждость внешнему миру. И это делает их романными героями. Эпическое начало вечной мерзлоты проявляется в хронотопе образной структуре произведения. Характерной особенностью романа являются временные зачины. Хронотоп состоит из трех временных потоков природного, исторического, биографического. Природный ритм задается первой фразой произведения. Был солнечный день, начало июня. Заданный природный ритм поддерживается в дальнейшем течении романа. В конце августа наступила жара, сентябрь заканчивался, но тепло держалось. Декабрь 1949 года выдался отмена злой и так далее. Природному времени противостоит время историческое. Послушайте. 1 января 1950 года распоряжением ГУЛСЖДС МВД СССР была прекращена деятельность Енисей Желдорлага. Хорошо звучит. Наступал новый 1953 год, в сущности просто какой-то год в долгой истории людей. После амнистии 27 марта в Орске случился тихий бунт ссыльных немцев. И третий поток связан с событиями в жизни героев. 21 сентября 1951 года Горчакова Ася, Горчаков Николай и Горчаков Сева сидели в общем вагоне поезда Москва-Хабаровск. 6 ноября 1951 года Александр Александрович Белов стал дважды и так далее. Временные зачины связывают в единое повествование фрагменты эпической картины. «Исторический жанр всегда целит в современность. История дает нам то, чего не может дать современность. Полноту материала, утверждала Хинбаум. Полнота и законченность исторических нарративов становятся источником самых разных сюжетов от альтернативной истории и макьюментари до социально-психологических и философских романов. Вторая причина популярности исторических жанров кроется в выбирации зрения, о которой говорил Веселовский. Старина отложилась для нас в перспективу, где многие исторические подробности затушеваны, преобладают прямые линии, и мы склонны принять их за выводы, за простейшие очертания эволюции. Именно вследствие этого историческая тема стала сейчас, в последние 15 лет, полем художественных экспериментов. Современным читателям нужна не историческая правда, а способ ее воплощения. После книг Солженицына, Шаламова, Домбровского современные произведения на гулаговскую тему должны казаться вторичными. Однако не так. В фокусе читательского интереса сейчас «Обитель» прилепен, а не архипелагулах Зуриха открывает глаза, а не колымские рассказы. Доминирующий вектор развития современной исторической прозы определяется мерой трансмедиальности произведения. Современные исторические романы не могут оставаться исключительно литературными произведениями, текстами. То есть вот «Обитель» — это десятисерийный сериал, «Зуриха открывает глаза», тоже там серии «Десять годового», тоже десятисерийное произведение. Сразу же были экранизированы. Фильм заменяет современным читателям книги, сериалы начинают играть роль романов в культуре. Характерно суждение о том, что национальная культура с доминирующей ролью словесности переживает кризис логоцентризма, отдавая предпочтение визуальным и звуковым способам передачи информации. Однако, утверждая, эпоха логоцентризма не завершена, роман «Вечная мерзлота» демонстрирует метанимическое уплотнение художественного мира, снижающее событийный интерес. Поэтому все попытки критиков применить к этому роману кинематографические метафоры только подтверждают его логоцентрическую природу. Например, когда читаешь, вдруг ловишь себя на циничной мысли, да не финальная же это битва из голливудского боевика. Или «Сталинская эпоха остается для нашей истории этаким черным вигвамом из «Твин Пикс». Удалось бы Ремезову хоть немножко прояснить загадку вигвама, вигвама, увы, нет». Писатель и не ставил перед собой задачу изображения гулаговского ада или символического изображения сталинской эпохи. Не будучи свидетелем этой эпохи, Ремезов в романе решает эпическую задачу на основе истории понять и выразить катастрофичность современности. Я не знаю, что останется в истории, нам трудно угадать, но все-таки здесь есть и глубокая мысль, и эпические герои, эпический сюжет, и самое главное, выходят на такие, знаете, ценностные основы. Спасибо. Спасибо.